Приветствую Вас, Галерия. Давайте разберем Ваш вопрос. Итак, вправо в депрессивное состояние безысходности, пишите Вы. Ну, депрессивное состояние безысходности, если не установлено иное, то есть, если, например, у Вас нет диагноза депрессии, то это очень, по своей сути, похоже на так называемую психологическую игру тупик. Когда человек, по сути, делал, значит, своими действиями не всегда таким осознанными действиями, помещает себя в безвыходное состояние, чтобы у него не было выхода, а вот другого выхода. Кроме как, значит, ну да, вот, например, в данном, допустим, случае просить помощи. Нет, помощи просить не было, просто ощущение безвыходности и, ну, такое вот состояние безысходности, да, может быть связано, в том числе, с теми, что вы можете бояться ответственности или, иными словами, бояться жить. Как иногда. Иногда, так говорят, вы боитесь жить. Принимаю во внимание тот факт, что у Вас, очевидно, достаточно властная мама, вот, которая, видимо, привыкла вами управлять и считать, что она знает лучше, что вам делать, да, она знает лучше, ага, ну, как вам видеть, да, я принимаю это во внимание, я полагаю, что у Вас был либо гиперконтроль в стране семьи, либо гиперопек. Ну, я думаю, что гиперконтроль, потому что гиперопекающие родители ведут себя немножко по-другому. Вот, соответственно, жить самой, то есть опираться на себя, да, вот, опираться на свои чувства, да, на свои желания, на себя саму, вам сложно. Вот, и эта проблематика, как мне кажется, она проходит через всю Вашу сторону. У Вас, эм, такая, достаточно ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И, ну, грустная история, и, соответственно, мне кажется, что, в первую очередь, вам нужна поддержка, вот, вам нужна, вам нужна вот такая, знаете, вот, подпитка энергии, чтобы вы могли найти в себе силу и двигаться дальше. Я считаю, что в своей жизни крайне редко вы встречали какое-то одобрение на свои действия, какими бы они этим действием не были бы, вот. И, конечно, вам сложнее, вы испытываете неуверенность, вот. Несколько странной мне показалась история о том, что вы не можете три года друг друга принять со своим парнем, вот. А, ну, в том смысле, да, что, а, как будто вы себя, знаете, вот, ну, насильно, что ли, заставляет это делать. То есть, ну, насильно заставляет, о, о, принять, значит, о, себя и своего парня. Как будто бы, знаете, отношения идут, вот, по такому, ну, по заставляющему, что ли, или принуждающему, что ли, алгоритму. Вот, мне не кажется это чем-то хорошим, чем-то хорошим для отношений, вот, там, там и там. На мой взгляд, отношения выстраиваются все-таки на несколько, более, такой, знаете, свободный, свободный. В основе, вот, скажем так. И, мне кажется, что нельзя заставить, э, человека принять, допустим, вас, да. Если он этого сделать, ну, по той или иной причине, например, не может, или, может быть, не хочет, а может быть, и боится, вот. То есть, вариантов здесь достаточно много. Он не может принять ему нервный тик, я подергиваю головой дикое желание это сделать. Он действует на работе, я так не делаю, когда любимый мужчина против, не могу исполнить его просьбу. Ну, вы знаете, здесь, вот, довольно интересная ситуация. Во-первых, сам по себе нервный тик, да, дикое желание что-то сделать, а дикое желание, ну, навязчивое, да, вот, например, желание, там, сделать, вот, ну, движение головы, например. Вот, мне кажется, это не просто так у вас, мне кажется, что это такой у вас своеобразный способ отреагировать ваше чувство, которое вы привыкли сдерживать, по, ну, по ряду причин. И, соответственно, у нервного тика есть, конечно, основания, ну, в том числе, понятно, основания психологические, вот. И, соответственно, вы скажете вопрос, да, хотите ли вы с этим что-то делать, это первое. Второе. Вы говорите, что он бесится, что вы не можете удовлетворить просьбу любимого человека на любимого мужчину. Данная ситуация напрямую зависит от того, как вы себя поставили в отношении, то есть, иными словами, если человек относится к вам вот так, да, то есть, он требует, он думает, что вы хотите его как-то обидеть, задеять, унизить, ну, своими вот действиями. То мне кажется, что это в связи с того, что вы не совсем корректно, не совсем верно себя поставили. Вот. И, как бы, на мой взгляд, на мой взгляд, это, конечно, является проблемой. То есть, насколько вы хорошо себя чувствуете, насколько хорошо вы к себе относитесь, насколько хорошо вы себя воспринимаете, насколько хорошо вы к себе относитесь, насколько вы себя чувствуете, именно чувствуете в плане, вот, оно замечает у себя какие-то вещи, да, я имею ввиду, вот, и насколько вы это отслеживаете, мне кажется, это очень, ну, такой, достаточно ваундный момент, на который вам крайне желательно обратить внимание, потому что те процедии, которые определяет вам молодой человек, говорят о том, что вы отношения выстраиваете несколько, вот, знаете, несколько, как бы так сказать, несколько не особенно, несколько не особенно, несколько, ну, возможно, даже, вот, как-то пренебрежительно по отношению к самой себе, да, пренебрежительно именно, вот, пренебрегаете своими, там, границами, своими интересами, вот, ради, там, словно, того, чтобы, может быть, молодого человека удержать, потому что, вот, как вы, как вы сами сказали, что вы боитесь его, но боитесь его потерять, вот, и, конечно, это не может не накладывать какой-то отпечаток на то, как вы себя, там, условно, с молодым человеком тем же ведете, вот, поэтому, очень здесь, на мой взгляд, важный момент, вот, потому что, ну, мужчина, он, как бы, в данном случае отражает просто вот то, что вы ему транслируете, отражает те мысли, те эмоции, те элементы вашего восприятия себя, которые вы транслируете, вот, если вы относитесь к себе, условно говоря, не лучшим образом, то и мужчина, соответственно, тоже будет относиться к вам, скорее всего, не лучшим образом, не потому что он плохой, а потому что вы, по факту, вы сами его научили, вот, так себя воспринимать, так себя воспринимать, так себя относиться, вот, и это, как мне кажется, довольно важный момент, Дальше, так, сейчас, сейчас я найду, так, он сразу закрывает, становится злым, я все это терплю, но он сразу закрывает, становится злым, это больше про манипуляцию, вот, то есть это манипулирование, вами, с его стороны, вот, с одной стороны, с одной стороны, то есть это желание, это желание вызвать у вас такое, такое, знаете, чувство вины, вот, чтобы вы чувствовали себя виноваты, чтобы вы чувствовали, что он ответственный за то, что происходит, вот, а он, значит, в свою очередь, ну, моя хата с краю ничего не знает, почему вы это терпите вопрос? Мое настроение ужасно в такие моменты, здесь и, здесь и далее, вот здесь и далее, важно учитывать следующее, что вы, как мне кажется, не очень интересуетесь своей собственной, своей собственной жизнью, вы не очень интересуетесь, вот так, я бы сказал, то есть, знаете, вот довольно много, довольно много говорится про то, что, вот, что есть зависимость от кого-то и зависимость от, там, человека и так далее, вот, но эта самая зависимость возникает только в результате того, что человек не очень интересуется своей собственной жизнью. Если вам ваша жизнь не интересна, если вам ваша жизнь не интересна, если вы своей жизнью, собственно, сами не интересуетесь, то, конечно же, вы будете интересоваться другими человеками, конечно же, ваше настроение будет зависеть от него самого, поэтому здесь важный момент, вы говорите, что вы работаете, вы говорите, что у вас есть какая-то работа, что вы идет там, насколько она вам интересна, что вы делаете, что вам хочется, вот, на сколько она это отражает, просто если она это не отражает, если она не позволяет вам, ну, условно быть собой, да, вот, то, конечно, здесь будут проблемы. Проблема в том смысле, что вы будете чувствовать как ваше настроение зависит от человека. Все вполне нормально и логично. Вопрос здесь больше к вам, а больше к тому, насколько организован ваш интерес к жизни. Дальше. Так, мое настроение ужасно. Чем оно ужасно? Давайте попытаемся его раскрыть. Ужасное настроение. Я положил телефон на кровать, например, он сразу злится на меня, потому что телефон был общественным местом грязным. Смотрите. Здесь два момента. Первое, как вы воспринимаете и реагируете на его злость. Это первое. И второе, это каким образом все это, условно говоря, развивалось. То есть, не сразу же он начал на вас злиться правильно. Вот. Наверное, это как-то вот происходило в процессе. И мне будет хотелось, ну, понять, как это происходило в процессе. Потому что это ведь система уже сейчас. Вы понимаете, да? Вот. Сейчас это уже система определённая. И эта система, она, ну, в общем и целом, влияет на вас. Эта система, в общем и целом, довольно сильно на вас, ну, оказывает, как бы, воздействие на вас. Вот. И, на мой взгляд, важно увидеть, важно увидеть вот то, как, значит, она на вас влияет. Как, каким образом она на вас влияет. Это система. Понимаете, что я имею в виду здесь. Вот. Потому что, ну, опять же, человек злится. Я довольно, ну, довольно легко могу, могу, могу понять, что человек злится. Вот. Я довольно легко могу понять, ну, вот, то, что мужчине может что-то не нравится. Но вопрос заключается в другом. А вы-то сами, как, вот, ну, пришли к тому, что с таким человеком, как бы, да, связали свою жизнь. Ведь это же ваш, это же ваш, получается, выбор. Ну, выбор, выбор, эм, все. Выбор человека. Это вы его выбрали. И это очень важный момент. Потому что, а, ну, например, вам он не подходит. Допустим. Да? Ну, я имею в виду, вот, ну, я имею в виду, мужчина. Да, мужчина, вам не подходит, допустим. Вот. И что в таком случае делать вам, опять же. Да, вот, вопрос. Дальше. Злиться по мелочам для всего это не мелочь. А я не специально так, я просто забываю. Ну, это вопрос в своем отношении, потому что за злостью, как правило, что-то скроется, ну, что-то скроется всегда. То есть, то есть, если человек злится, значит, что-то его беспокоит. Вот. Но говорить, именно говорить об этом, о том, что вас, ну, беспокоит, условно, вы не привыкли. Ну, вероятно. Вот. И это, на мой взгляд, проблем. Вот. Потому что, получается, что вы не совсем искренне. И вы пытаетесь, вероятно, свои чувства скрывать. Вот. И, соответственно, никакой истинности в отношениях у вас нет. Ну, при таком раскладе ее и не может быть. Он стремится стать успешнее и выше уровнем. Много целей. Очень целеустремленные. Но так за три года ничего не добился. Одни слова. Вы здесь говорите про свои ожидания или про что-то другое? Пытаются найти офис, но не хватает сил это сделать. Как-то странно. Говорит, что я его отвлекаю, он не начнет из-за меня. Это перекладывание ответственности. Здесь идет прямое отзеркаливание ваших попыток переложить ответственность. Вот. Дальше, когда поругаемся, он болеет, плохо себя чувствует. А какой вы вклад вносите в ссору? Вот именно вы какой вклад вносите в конфликт? Я бы рекомендовал здесь поисследовать психологическую игру в скандал. Я из-за этого считаю себя дефектной. Я не думаю, что вы из-за этого считаете себя дефектной. Я думаю, что вы в принципе себя считаете дефектной. Уже изначально. У меня есть сын от первого брака на семь лет. Он не хочет и со мной, и с парнем, потому что мама настроила его против нас. Смотрите, первое. У вас был брак, вы развелись. Соответственно, причину и факт развода необходимо проработать, чтобы это на вас не влияло в дальнейшем. Любой развод есть травма. Вот. Это точно нужно вам помочь проработать, чтобы не влияло. Дальше. Мама не могла бы настроить вашего сына против вас, если бы у вас не были хорошие, теплые, доверительные отношения. Поэтому, да, мама может пытаться его настроить. Пытаться его настроить против вас. Это правда. Она может пытаться это сделать. Но у нее бы не вышло. У нее бы не вышло. Если бы у вас не были бы доверительные отношения. Поскольку, вот, доверительных отношений с ним у вас все по всему нет. Вот. То, соответственно, маме получилось это сделать. Дальше. Мама настроила против нас. Против нас это против кого? Он живет сейчас с ним. А мама меня раздражает и ее не приношет. Ну, вам здесь, в принципе, мой, значит, коллега Кудрячев Игорь Леонидович, в принципе, все сказал, да, то есть, это не она вас раздражает, это вы раздражаетесь, вы раздражаетесь. И, соответственно, вы, я так полагаю, испытываете злость и, соответственно, злость это про личные границы. Тут очень важный момент. Это про личные границы. Ну, злость именно. Значит, вам достаточно сложно выразить, выражать, точнее, и проявлять свои личные границы. А мама, она, соответственно, к вашим личным границам, очевидно, не чувствительна. Вот. И это вас, конечно же, конечно же, вас это раздражало. Потому что вы не знаете, что с ним делать. Говорить вслух свои бредовые мысли обо мне. Ну, мысли, может быть, и бредовые, но поправьте меня, если я ошибаюсь, вас это раздражает. Вот. Оправьте меня, пожалуйста, если я здесь не прав. Вот. То есть, какими бы, условно говоря, бредовыми мысли ее не были, да, вас это раздражает и без. Вот. И, соответственно, ну, давайте вот с этим моментом тоже разберемся. Вот. То есть, тоже посмотрим на тему, ну, на тему того, да, что именно вас бредит, вот, что именно вас раздражает, что именно вас задевает. Вот. Может быть, вам, условно говоря, ну, хотелось бы, да, чего-то другого. Вот. Может быть, опять же, я не знаю, наверняка, да, но, может быть, вам, может быть, вы одна на чего-то ожидаете, ожидаете другого чего-то, что она вам дать не может, в принципе. Может быть, у вас, вот, ну, в целом, такая неустойчивая позиция. Неустойчивая позиция относительно себя. Так, все, так, все мои родственники, что все ваши родственники? Против этих отношений нам редко бывает нехорошо. А, почему не постоянно? Я боюсь потерять этого человека. А, чего именно вы боитесь? Ведь человек не ваша собственность, чтобы бояться его потерять. Знаете, у меня такое ощущение, да, что, вот, вы пытаетесь, ну, обреться на человека. Вы пытаетесь, там, взять у него ресурс. Ну, я имею в виду, я имею в виду, у человека пытается взять ресурс. Вот. При том, что, у вас, у самой, да, ресурс этого, ну, очевидно, немного. Или его нет вообще. Так, а, значит, в отношениях мне плохо бывает и без них, а же мы связаны. 17 лет, 17 лет я не была, вот, без отношений ни разу. То есть вы, последний, не привыкли полагаться на себя. Да, то есть вы были в семье, где ваши личные, где ваши личные границы не то, чтобы уважались, потом вы в отношениях, значит, ну, находились постоянно. А вот так вот, чтобы быть одной наедине с собой, чтобы, ну, как-то вот, может быть, понять себя, да, вот. С этим у вас есть определенные проблемы, вот. Я думаю, что, когда вы одна, вот, когда вы одна, именно, то есть когда вы, ну, остаетесь наедине с собой, вот, я думаю, что с вами что-то происходит. Вот, например, вы, допустим, не знаю, испытываете неприятные чувства, мысли у вас. Появляются какие-то о себе, например, вот, что, там, какая-то я плохая и прочее, 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 прочее. Так, дальше, мне страшно быть, я думаю, это связано с тем, что вы себя не принимаете. Я боюсь, что всё-то строить серьёзно с этим человеком, я не хочу так в жизни. Серьёзно это что? Строить серьёзно это для чего? Что именно вы не хотите в жизни? Чистывать себя не такое совершение, как он пытается меня сделать. Ну, для этого нужно принять себя и признать, что вы не совершено. Я не знаю, как дальше быть, а как дальше быть, чтобы что. Мы расставались на два месяца, это была каторга. Каторга для чего? Для кого? Я себя чувствовал хуже, чем сейчас. С чем это связано? Да и мама очень, мама огонь подлывала обидным словом. Ну, у вас, у вас понятно, что с мамой отношения достаточно тяжёлые. Вероятно, ну, только вероятно, что их надо бы проработать. То есть, ну, вероятно, с ними нужно, их нужно проработать. Да, у вас много обиды на маму накопилось. Много, как мне кажется, много. Много негатива на маму, опять же повторюсь, да. И, соответственно, нужно помочь вам это прожить. Хочу стать независимой, как до встречи с ним. Вы не были независимой по той простой достаточной причине, что 17 лет вы были в отношениях. Ну, по сути, вы, что называется, вступили в отношениях. Или начали вступать в отношениях. Как угодно это называете. Неокрепчивость. И, как бы, вы не были независимыми, к сожалению. Поэтому говорить о том, что вы хотите стать независимой, мне кажется, здесь не совсем корректно. Мне также кажется, что вы в какой-то степени боитесь даже, даже в какой-то степени вы боитесь быть независимым. Потому что независимость – это свобода. Свобода – это, в первую очередь, личная ответственность. Личная ответственность не страшна, когда человек хорошо знает себя. Когда человек хорошо откликается на свои какие-то реакции. А вы, как бы, говоря о том, что терпите, да? Ну, условно говоря, что вы терпите. Вот, ну, что там терпится. Вот. А вы же не размещаете свои чувства в контакте с другим человеком. И если этого не происходит, а если вы не размещаете свои чувства в контакте с другим человеком, то вы не свободны. Свобода без подобных проявлений невозможно. И возникает вопрос. А вообще, что такое свобода? Вы знаете? Вообще, вы её чувствовали хоть когда-нибудь? И как это вы понимаете? Ведь, по сути, вы, ну, как я понял из вашего рассказа, всю свою сознательную жизнь, вы живёте в определённых рамках. Это нехорошо и не плохо. Кто-то так живёт всю жизнь и его всё устраивает. Но вас, очевидно, нет. Ну, очевидно. Да, очевидно, что вас это не устраивает. И, соответственно, на мой взгляд, задача заключается в том, чтобы помочь вам как раз-таки почувствовать себя свободной. Почувствовать себя вот этой самой независимости. Но независимость – это не какие-то блага. Точнее, это блага в том числе. Но есть ещё и оборотная сторона. Оборотная сторона – это личная ответственность. И вот повторюсь, если вы не привыкли к личной ответственности, а вы к ней не привыкли, что ли, потому что вы говорите, то независимость вас будет страшить, и вы всеми силами будете пытаться от неё убежать. Вот. Как, на мой взгляд, вы это делаете сейчас. То есть сейчас вы бежите от своей, ну, от самой себя. Вы убегаете. Вот. И, как бы, здесь вот именно, как мне кажется, такая, в первую очередь, проблемка, что вы не владаёте собой. Вот. Независимость вам нужна, значит, чтобы избавиться, как вы думаете, от негатива, который у вас имеется сейчас. Вот. Вот. Но, как вы сами говорите, что вам страшно, и безотношения вам ещё хуже, чем с ними. Вот. Вот. И для того, чтобы этот момент перерасти, нужна работа. Психотерапевтическая работа. Валерия. Последний вопрос. Для чего вы выложили свою фотографию? Не совсем понятно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.